Привет дорогие друзья, привет дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Самвеле Адамяне и его вот этой аховой новогодней распродаже. С молотка уходит все и даже подарки Марины. Марина там попыталась как-то вяленько протестовать, но ее быстренько поставили на место, что даму продаем и твои подарки. Марина видимо считала, что она чем-то отличается, отделяется от остальной массы, поэтому ее подарки с молотка не уйдут. Но не так сталося, как мечталось. Все продается быстренько и живенько, поэтому утрись Марина, ты ничем не отличаешься от остальных и твои подарки не являются чем-то ценным, для них важным и таким вот значимым, как это являлось для тебя. Поэтому вот так вот опустили красиво Маринку и пошли по распродаже дальше. Конечно же постельная. Постельная ТВ продается под себя, при этом уверяет, что он достаточно свеженькая и новенькая. Ну а как же, я так и представила, какого оно высочайшего качества. Тем более, когда на нем сама звезда вот этого, да, королевишна, мать сия Ютуба, отдыхала. Поэтому, ребята, конечно, покупайте. И когда вообще кто-то предположил, да, какие-то там переселенцы, по мнению ТВ, тысячу за два комплекта, она была ошарашена. Как вообще можно маме такое предложить? Но здесь и куколки, они не остались в этой ситуации равнодушны. Поддержали мамку и начали топить за то, что посмотрите, сколько в магазине стоит постельное белье. Две с половиной тысячи гривен. Ну вот такое ощущение, что у нас в магазинах действительно продается сплошь и рядом постельное, только по две с половиной тысячи гривен. И все люди только такое постельное, да, белье и покупают. И мамка здесь, конечно же, тут же поблагодарила за поддержку и внимание. Хочется сказать, если вы мамке рекомендуете, что она дешево продает, почему вы еще не купили под нее спальники? Вот это постельное белье и на нем не отдыхаете. И опять-таки, ребята, для меня дико, да, вот мамка кричит дешево. Ей в комментах пишут, что действительно дешево и при этом слышат, что люди переселенцы. То есть, какими людьми вообще при этом можно оставаться? Ну, короче, дно пробито в очередной раз. Но, как выяснилось, наволки потеряны к этому постельному. И мамка предлагает с другого комплекта предоставить, видите, вот эти наволки. Поэтому практически полный комплект и получился. Но о скидках речи не идет. Либо берите, либо нет. Если не берете, мамка сама на нем и дальше спать будет. Дождется того момента, когда найдутся потенциальные покупатели. Ну и дальше Севку попросили продемонстрировать Санта-Клауса. Мне очень понравилось. То есть, чуваку впадлу подорвать опу, подойти к этому Санта-Клаусу и его показать. Он так и сказал, что сейчас мама придет и притащит вам Санта-Клауса. И да, обратила внимание, ребята, ТВ в кадре постоянно раком. Вот он как не повернет камеру, мама все время, да, вот пятая точка крупным планом заснята объективом. Она постоянно в кадре. И вот думаю, да, что с этой женщиной не так. Но даже если тебе приходится наклониться, ты понимаешь, что тебя снимают. Но нормальный человек развернется, да, и пятую точку будет демонстрировать балкону. Но никак не людям. А сама будет смотреть в объектив лицом. Вторая сторона медали. Какой неадекватный сын снимать ее постоянно раком. Ну почему, да, нельзя в этот момент ее просто не снимать. Но походу все должны увидеть самое главное мамкино достоинство. Ну и дальше у Севки поинтересовались, почем набор проститутки. Я, кстати, его не увидела. Мне было все время интересно, что это. Но походу это какой-то интимный диалог между Севкой и его зрителем. Севка ответила, что набор стоит полторы тысячи. И тут же в этот разговор встряла мама. Она тут же рассказала, что это замечательный, классный набор. И еще дешево они его продают. Вот здесь, ребята, меня шандарахнуло. Походу у ТВ тоже знают, что такое набор проститутки. Вот так вот это все уходит с молотка. Ну и дальше Севка потребовал у мамы карты предсказать, так сказать, будущее. И мне вот стало интересно. Он предсказывает будущее на картах. А где второго ясновидящего потерял? Коки, битву экстрасенсов. Тот кричал, что и порчу умеет наводить, и привороты делает. И в битве экстрасенсов он там до какого-то уровня дошел. И вот интересно, как один звезду вещает без второго. Я так думаю, что когда Коки рядом, он еще больше усиливает энергетику и способности Севки. И как они на подбор вот так вот нашли друг друга. Один там третий век открыл у себя и вещает. И скорее всего у Коки такие силы, что он еще и Севку ими наградил. Ну и дальше, ребята, мама хвастая, что четвертый день вподряд переодевается в разное. А мы так и оценили. Ребята, вы прикиньте, какое для человека это достижение, что она ставит на этом акцент, что каждый день она в чистой одежде. Это действительно шедеврально и феноменально, когда женщина обращает внимание других людей на то, что она чистая и на то, что она переоделась в чистую одежду. Поэтому мы все, конечно же, оценили. Мама, вот я, честно, даже не обратила внимания. Но благодаря вам я теперь буду более внимательна к вашему внешнему виду. Ну и, конечно, не могла мама оставить без внимания зрители. Все, кто плохо пишут, опять усиленно завидуют ТВ. И каждый раз, вот я смотрю и думаю, какому хламу в этот раз, в этом ролике я должна начать завидовать. И хоть бы мама уже показывала, да, и конкретно говорила, вот вы видите вот эту вещь и вы завидуете. Чтобы мы хотя бы понимали, осознавали, чему мы завидуем на самом деле. Ну и дальше, вот следующий камень преткновения между мамой и сыном, это, конечно, Санта-Клаус. Севка его продает за 2000 гривен. Мамка считает, что Севка совсем в голове, как всегда, не хватает хотя бы 2500. Ребята, вы знаете, хотя бы постыдились, да, вот эти торги устраивать прилюдно. То есть уже хотя бы до этого, я не знаю, определитесь с ценником. Либо сделай замечание уже после эфира, да, и скажи, что ты это продал дешево. Можно было дороже это поставить, потому что эта вещь стоила дороже, там, когда ее покупали и так далее. Но мамка не заморачивается, никакие какие-то, да, грани, рамки приличия мамке не свойственны. То, что думает, то и говорит. Хотя, я думаю, она вначале говорит, а потом думает. Хотя нет, она говорит, но нифига не думает. Ну и дальше, следующие жалобы мамы. Мамы, постоянно ребята, кто-то звонит и отвлекает их от торгов. Она прямо жалуется, что сколько можно звонить, не дают работать. Действительно, мама днями и ночами не спит, не моется, только и бегает и думает, что бы еще со своего хлама продать. А здесь находятся те, которые отвлекают маму от нужного момента. А чего мама боится? Вдруг сейчас позвонит Коке, сорвет с места севку, а она еще не все предложенные лоты сможет реализовать. Ну и как пожаловалась она сама, очень многое в последнее время у нее вылетает из головы. А почему? Все потому, что в голове то Этька, то торговля. Но я думаю, что даже Этьке уже в голове нет. Там осталась одна торговля. И вот я понимаю, какой бы замечательной старьевщицей была ТВ. Ей уже надо узнать, может быть у Зины какой-то лишак есть, его и реализовать. По соседям пробежаться. Вот в подъезде у нее сколько книг, статуэток, картинок. Это все нужно поснимать и здесь срочно выставить на продажу. Ну и дальше, ребята, Сивка с новым лотом. Он готов сфоткать свой кувелдек за 5000 гривен. Жизнь сейчас тяжелая и зарабатывать нужно на всем. Интересно, сколько будет стоить доставка кувелдека-кувелдека по месту назначения. И опять-таки, ребята, очень хотелось бы посмотреть, найдется ли желающий за пятерку гривен увидеть кувелдек-кувелдек. Может быть еще потрогать и пощупать. Интересно, кстати, сколько он же будет стоить, если его воспроизведет на свет, так сказать, выродит собственной персоной ТВ. Ну и, конечно, весь стрим возмущения мамы по поводу того, что сегодня какая-то не такая торговля. Все очень дешево. Сивка продает. Опять-таки, даже на кресло, ребята, сегодня заявлена скидка. Оно стоит вместо 6000 целых 5. Почему? Потому что желающих после того, как в нем мама сидела и, конечно же, Надька просто жила, чего-то на кресло не находится. Ну и дальше елка. Ребята, цена еле растет с арифметической какой-то прогрессией. В начале стрима они ее покупали за 5000 и за столько же и продают. Уже к концу стрима они ее покупали за 8 и за 5 продают. Ну и тут же мамка понесла на тех, кто кричал, что это дорого. Вы завистливые и злые жабы. Мама, не судите всех по себе. Вот я на вас смотрю, действительно жаба. Действительно злая, действительно завистливая. Мало того, помимо этого еще очень мелочная. Очень такая, да, вот дешевая, дешевая внутри себя. Ну и дальше мамка обратилась к хорошим зрителям и попросила ее выручать. Выручать и все покупать. То, что она продает. Квартира загружена, на десятерых хватит. Но опять-таки, если тебе надо расхламить квартиру, почему продажи? Почему не отдать бесплатно? Ну опять-таки, бесплатно возьмут все, а те, кто купили, будут это ценить. Потому что потратили на это собственные деньги. С учетом того, что мама даже наполовину того, что продала, не потратила своих собственных. Поэтому, руководствуясь ее же логикой, нифига не ценила. Ну и дальше, ребята, целый ящик предложен новых чашек. Цена чашки 300 гривен. Блин, ребята, это занавес. Там новые чашки эти, даже 200 не стоят им. Красная цена 100, я не знаю, предельно 150. И то даже не факт, что они тянут по 150 гривен. То есть, сотка, это вот реально красная цена за каждую из этих показанных чашек. Мамка тулит их по 300. И вот ждал я момент, когда же кто-то начнет массово оптом скупать эти чашки. Но чудо пока не произошло. Ну и дальше, продажа уже, ребята, просто ящиками. То есть, ящик новогодних игрушек севки без просмотра, без демонстрации. 7-8 тысяч гривен. Ящик мамонных новогодних игрушек точно так же, без показа, без демонстрации. 4 тысячи гривен. Поэтому покупайте. Ребята, я не представляю, нахрена с под кого-то брать ящик за 4 тысячи гривен игрушек. Плюс еще, опять-таки, доставка этого ящика. Пойди ты на 4-5 купи новых классных игрушек, которые будут нравиться именно тебе. В какой-то одной стилистике, какой-то тематике и так далее. Здесь же покупать вот этот весь хлам, просто чтобы его купить, для меня было поразительно. И я до последнего не верила в то, что найдется какой-нибудь такой вот сказочный Д, который это купит. Но реально он был найден. И перевели севки 4 тысячи гривен за ящик с мамыным хламом. Вот это уникальные действительно люди. А севки, не глядя за 8, почему-то никто не купил. Но при этом мама возмутилась, она хотела протестовать и сказала о том, что свои игрушки так дешево не продаст. Ну куда уже деваться, 4 переведено, поэтому пришлось с ними попрощаться. Ну и наконец-то найден был Санта, которого подарил Коке. Санта продался очень быстро, практически моментально. И мамка где-то уже начала кубатурить, что опять они конкретно продешевили. Ну и дальше нашли еще и схрон с маминой алкашкой, алкоголем. Ребята, ну и ничего, что он начатый. Ну подумаешь, мама сказала, что алкоголь у него хороший и люди быстро его заберут. Это занавес. То есть я не представляла, что можно начатые, да, опустошенные бутылки уже с алкоголем, который у тебя стоял открытый и реально продавать. Но мамка сказала, что люди обязательно купят, кому нужно. Правда не озвучила стоимость вот этого БУ алкоголя. Ну и ребята, часть стрима, мама бегала с этими бутылками и просит Севку его продавать, этот алкоголь рекламировать. Она даже не знала, куда его выставить на видное место, чтобы его все люди увидели. И он быстренько продался. То есть думаю, вместо того, чтобы выкинуть, да, если это тебе не надо, может быть кого-то угостить, там, ну отдать, да, может быть кому-то надо. Мама умудряется еще это и продать. И, кстати, вот такой момент, что мама еще ни за что так не переживала, ни за что так не старалась, как именно за этот алкоголь. Ребята, она бедная же растерялась, да, вот как организовать так его выкладку, чтобы он бросался в глаза и срочно быстренько продался. И после этого мама, конечно, кричит и топит, что она ни разу алкоголь не употребляет. Дальше, ребята, мама презентовала еще маленькие новогодние елочки по 500 гривен и, конечно, новогодние шапочки. Поэтому покупайте, к Новому году все пригодится. И мамоным алкоголем еще и полирнете, так сказать, ваш праздник. Ну и дальше Севка начал переживать, чтобы мама случайно не продала и его пупчики. Но мама его успокоила и объяснила, что пупчики спрятаны в надежном месте. Поэтому никак они не смогут продаться, ведь это, ребята, такая память, плоть ее детей. Ну и в этом всем ажиотаже мамка еще не забывает и считать прибыля. И при этом все это сидеть и фиксировать, чтобы ничего не пропустить и знать точно, сколько со своего ребенка, со своего сына содрать за это денег. Другая бы постыдилась с учетом того, что ты и так на всем готова. Но здесь мамка понимает, что она убивает двух зайцев, обеспечивает сына контентом, продает свой хлам, который нужно было бы выкинуть и еще и умудряется на этом заработать. Поэтому ни одна копейка мимо мамы не пройдет. Ну вот такой вот, ребята, обзор получился. Продолжение, конечно, следует. А пока со всеми прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok